всем привет вы на канале вышивалочка меня зовут анна сегодня у меня вышивальное видео я хочу вам показать основной свой процесс который у меня на раме который я вышиваю сэмплер интересный очень я ним немножко рассказывал показывала схему но еще не показывала что там по вышивке но в прошлом видео о покупках вы могли видеть на его фоне я там кое-что снимала дальше покажу одну готовую работу я ее даже уже оформила покажу как как это все произошло далее что у меня еще а у меня есть старт очень интересный сейчас я тоже о нем буду рассказывать и показывать и еще один тоже старт есть да вот я просто смотрю что у меня здесь разложено и что вам не забыть показать да наверное вот о том о чем я хотела вам сказать я ну давайте начнем с финиша я уже показывала что так вышивала я дименшинс летом вот такой процесс вот этот миник так тоскана по моему до мечты о тоскане он называется и у меня было было вот все вышито да и вот здесь вот чуть-чуть вот по уголкам приближе увидите да там полукрест такое идет как бы стена имитация стены и вот я все вышила и вот с этим полукрестом прям вот лежал уже в два месяца лежит я не могла его закончить этот процесс а потом посмотрела и думаю ну и все не хочу я вышивать этот полукрест почему я должна его вышивать не хочу все и решила что раз не хочу я и не буду значит у меня законченная работа вот так вот и у меня была рамочка давно уже вот я вам сейчас показываю как это все оформлено сзади вообще ничего не натянут просто там ну ткань и крепила на скотч честно значит и рамочку меня от дырамки в свое время я там успела поймать какую-то скидку вот такая рамочка немножечко у меня видите вот здесь вот зашло как раз вот тот полукрест который по бокам здесь был стена ноуты не поместилось я думаю и прекрасно и не надо и вот вы видите вот у меня вот здесь просто ли он нет у меня здесь этого полукреста но я думаю что если бы я вам не сказала особенно было бы незаметно а уж те люди которые это видят которые вообще к этой вышивке не имеет никакого отношения и вообще не будут знать есть там этот полукрест или нет а я радостно и счастливая что у меня не только законченная считаете работа но и работа оформленная еще и рамочка подошла я считаю очень хорошо мне очень она нравится я вам покажу поближе на такая вот вручную окрас потертая деревянная и мне кажется вот для этой работы очень хорошо вышивала я на льне 32 каунта они в наборе лежала канва 18 поэтому меня чуть побольше она как раз если бы я вышивала на 18 канве наверное вообще бы все хорошо очень легло в этот размер рамки так ну так мне тоже очень все нравится здесь обычное стекло поэтому видите да там отражение я стараюсь вертеть так чтобы вам было видно вышивку а не отражение всего работа мне очень нравится на очень колоритное очень приятная такая теплая и и мне нравится что эта рамка сюда подошла она такая тоже теплая и колоритная это и по цвету мне кажется очень хорошо подходит так что вот у меня есть готовая работа готовая вышивка и оформленная она у меня стоит на столике радует меня сейчас как раз осень мне кажется это как раз такой конец лета начало осени очень приятное время виноград сыр вино шикарно я рада что я так решила и как бы отпустила все свои сомнения отпустила то что я что-то там должна вышивать или не должна вышивать и решила что ничего и никому не должна мне нравится так а вышивать полукрест в одну нить на льне мне не нравится это я знаю уже давно и у меня несколько работ так вот не закончена именно по этой причине потому что я никак не могу заставить себя вышивать именно этот полукрест в одну нить и я вам буду показывать еще одну работу свой старт и как раз там тоже мне нравится сюжет не нравится мне хочется вышивать но проблема в этом полу кресте в одну нить и у меня большие сомнения что я ее вообще вышью и вот тут как раз прям я даже не знаю как быть может быть вы мне что-то посоветуете так дальше я вам покажу еще значит финиш я вам показала давайте посмотрим с вами старт один старт мой очень интересный а потом уже я раскручу работу на станке и перевернуть телефон потому что сейчас показывать вам вот в таком формате мне не очень удобно как раз покажу вам все что я могу сейчас вот так лицом показать а потом уже перевернуть телефон и камеру камеру перевернуть покажу вам на станке еще вот что еще забыла у меня был вопрос по линейке значит юля юля господи таня славина татьяна славина в своем видео показала вот такую линейку я и посоветовал ее купить мы ее увидели на формуле рукоделия но я и покупала на 123 стич и и уже несколько лет я и пользуюсь вот такой линейкой для определения каунта любая моя новая работа когда я рассчитываю отрез льна или отрез равномерки что очень удобно именно для льна ли и равномерки эта линейка я и пользуюсь пользуюсь для определения границ вышивки и чтобы допустим если это большой кусок льна и я могу переместить допустим вышивку куда-то в какой-то край и у меня еще там останется полоска или квадратик или что-то остаток льна мы понимаем да что льны это не дешевое удовольствие и даже если у меня остается какой-то небольшой кусочек который я потом могу отрезать и использовать на какие-то маленькие работы то я считаю что это очень хорошо определить это мне помогает именно эта линейка потому что раньше я конечно вышивала так как все рекомендуют определяем центр складывая складывая ткань из центра начинаем вышивать то сейчас конечно мне больше нравится вышивать какого-то края при том у меня нет определения там снизу или сверху и я иногда вышиваю с нижних углов я с двух могу вышивать и справа и с левого а сверху я вышиваю обычно с левого да вот как мы пишем слева направо и что интересно каждая вышивка когда я на нее смотрю она мне определяет как мне лучше вышивать я прям чувствую что эту надо вышивать сверху эту надо вышивать снизу и у меня по-разному но чаще сейчас я смотрю что снизу и об этом мы сейчас будем говорить я вам покажу сейчас наверное нет то есть я вам рассказал про эту линейку опять же я скорее переверну наверно камеру покажу потом как ей пользоваться но для того чтобы ей пользоваться вот допустим есть кусок льна вот он у меня в 4 раза сейчас кусок льна до большой он большой я его сворачиваю ищу центр нахожу центр за пальцем так вот делаю и когда разворачиваю там уже получается . на ткани вот откуда мне смотреть что удобно удобно что это линейка она вот такая гибко из гибкого пластика поэтому это не обязательно эта ткань должна лежать на какой-то ровной поверхности я совершенно спокойно могу ее прикладывать ну в любую поверхность значит я вам покажу поближе и расскажу вот здесь изображено вот допустим 16 каунт вот каждое деление это наш крестик то есть это канва да как бы на льне это считайте вот через две ниточки как мы вышиваем ниточка пропускается и то есть дырочка пропускается следующую мы делаем укол не укол иглой да надеюсь я понятно объясняю то есть это вот наш именно крестик и здесь удобно то есть вот это 16 крестик в 32 крестика и вот мы значит 16 каунт 128 крестиков здесь получается вот 18 к но я понимаю что 16 каунт это 32 каунт равно 32 до 18 у меня равно 36 14 равно 20 седьмому или 28 ну это примерно плюс минус один крестик вам погоду не сделает то есть это нормально и суть в том что только сорокового каунта здесь нету и если мы перевернем мы увидим здесь обозначение то есть вот 28 каунт 30 каунт 32 каунт 36 и вот он 40 но вот на обратной стороне линейки обозначены переплетение нитей то есть не крестик а прямо каждая ниточка и тогда надо понимать что если у меня вот здесь написано 36 да то это пополам то есть это вот сколько у нас получается 15 18 да это будет как раз равно 18 и крестиком ну да неудобно то что они к дюймам привязаны но в принципе можно посчитать тут вот 180 взять или отметить самому здесь на пластике очень удобно любым маркером отметить до те деления которые вам нужны но это все равно лучше чем считать ниточки на самом ли не на ли не практически не очень сложно сидеть пересчитывать каунт считать ниточки да и вот допустим мне надо ну не знаю там 32 каунта ткань у меня и мне надо 80 на там 120 отмерить дизайн то есть в любом дизайне указаны именно крестики сколько в крестиках конечно мы можем воспользоваться зайти на сайты где есть расчеты вот вы вводите крестики да например на стичсу вводите крестики и вам расчет делается в сантиметрах вы можете довериться этому сайту посчитать в сантиметрах размер вышивки в принципе меня стичсу не подводил но я все-таки очень люблю еще раз убедиться что все правильно в крестиках и как я делаю значит допустим 80 на 120 значит у меня есть середина я прикладываю так сейчас 0 у меня 0 от середины 0 и смотрим где у меня будет 40 вот 44 так 32 кант вот она 16 линеечка вот она вот она и я смотрю ну вот 48 8 штучек я вот здесь вот здесь у меня 40 вот тут 40 я сделала отметочку и также от середины в другую сторону я посмотрел где у меня там 40 вот сделала отметочку развернула у меня получился вот здесь вот размер 80 я замерила в сантиметрах и уже я точно знаю что у меня на моей ткани именно вот столько-то сантиметров будет занимать вышивка то есть чем она удобно что мы вот так прикладываем и у нас вот здесь есть вот эти вот прорези до для аккаунтов я всегда пользуюсь вот этим то есть 16 18 14 вот этими вот делениями в основном и вот здесь делаю отметки до сколько мне надо размер работы определить иногда я беру если большая работа допустим от края вот у меня край я хочу отступить так что у меня здесь показывает да я хочу отступить 5 сантиметров например на ну вот вот 5 сантиметров от края сюда 5 сантиметров от края сюда я поставила точку и дальше я беру каунт мне нужный от этой точки дальше уже измеряю там раз два там 100 200 300 если это большая работа вот прям я этой линейкой и измеряю работу вот все а дальше у меня уже там остаток какой остается так остается я знаю что мне нужно по 5 сантиметров я измеряю и вижу что у меня все помещается мне никаких проблем нету с тем что у меня работа не поместится и я могу спокойно вышивать и вот пожалуйста да я вам сейчас покажу как раз это новый старт таким образом я здесь мерил вот я отмерила 5 сантиметров 5 сантиметров и пошла вышивать то что мне нужно потому что я спокойно замерила весь объем работы этой линейкой поэтому я эту линейку очень рекомендую рекомендовала своей подруге рекомендую вам раньше я повторюсь я увидела только на сайте 123 а сейчас я ее увидела на формуле рукоделия и по-моему это магазин онлайн бонбон точка ру они как-то по-другому они сфера увлечения называются на формуле у них стенд но я так поняла что это вот этот бонбон точка ру магазин я думаю что наверное она у них там есть на сайте там много всякого всякого из китая из америки поэтому можно туда зайти посмотреть если я конечно вам как-то нормально объяснила и вы все поняли ладно извиняюсь если вдруг как-то непонятно перейдем к вот этому старту так сейчас я вам покажу и так вот я буду держать мне на планшете есть сэмплер и буду рассказывать опять же на канале у тани славиной есть видео последнее об объявлении с.п. по этому сэмплеру очень интересно видео вы можете пройти туда я оставлю ссылку и все посмотреть что она рассказала она раздает вот такую схему из старого журнала американского и предлагает всем желающим вышить вместе с ней в ее сп вот такой сэмплер я конечно же не смогла пройти мимо и решила поддержать таню и и сп и вообще мне очень нравится этот дизайн он чем-то напоминает дизайн дизайн и сэнди ортон это такой вот чисто американский сэмплер хотя он указан он напечатан журнале именно сэмплера антик да то есть античные исторические сэмплеры я не уверена что это античный сэмплер потому что у него есть дизайнер то есть дизайнер который разработала его но наверное по каким-то мотивам мне очень понравилось сочетание цвета здесь есть разные стежки здесь есть разные техники и мне понравился понравилась цветовая гамма мне она показалась очень такой осенней и когда таня прислала схему и ключ его я стала подбирать нитки я вспомнила что у меня очень много ниток пнк мне в свое время подарили дети такой чемодан с этими нитками всю палитру и они у меня лежат и я думаю ну как хорошо я здесь могу подобрать именно все в пнк выяснилось когда я стала все это подбирать я поняла что сэмплер вышит в анкор ключ у нее в анкор и перевод в dmc очень некорректный то есть просто тупо как-то они там перевели по программе и все и поэтому но то не вообще предлагает вышивать как хотите и чем хотите в на ваше усмотрение то есть подойти творчески что я и сделала я в принципе сначала перевела все это из анкоров пнк все хорошо получилось но потом я кое-какие ниточки заменила и сделала свою свою палитру похожую вот на эту картинку потому что мне хочется видеть именно вот такую картинку но значит здесь идет в ключе такая светло-бежевый лен 32 каунта я решила что эта цветовая гамма будет хорошо смотреться на не сырого каунта и вот вы видите я начала чуть-чуть это вот этот вот кусочек вот она это попробуем пробуем приблизить получится нет не получается меня так на камеру это приблизить ну вот она эта корзиночка мне очень нравится эти птички они там вышиваются пяти там тут есть из гладьевые стежки смирности чел жирские глазки ну это как раз тоже все не обязательно еще не факт что я буду вышивать именно так но мне нравится так сейчас я это отложу и буду вам показывать уже что я делала я подобрала нитки их принципе не так много я вам сейчас покажу вот так у меня выглядит это все это все практически пнк кроме черного цвета черный цвет анкор и вот такой светлый тоже анкор у меня его просто много такой светлый оттенок мне тоже много и я взяла анкор то есть я вышиваю из того что есть дальше я посмотрела что у меня есть по ткани по 32 каунта мне показалось что 32 кант натурального цвета вот такой сырой лен очень хорошо будет смотреться я начала попробовала вышивать и поняла что это пермин это пермин это такое знаете ну как бы кто знает кто вышивал он очень жесткий он как канва на нем наверно не знаю люди без пялиц вышивают а я последнее время не могу вышивать на конве потому что мне жестко и мне как бы рукам не знаю мне я видимо настолько уже привыкла вышивать на линии на равномерке что мне рукам больно то есть я вот это вышила вышивала я с наперстком покажу вам наперстку такой кожаный вот видите он живет раненький но я вышиваю с ним вот на этом пальце вот так так видите иголка уже здесь все проткнула у меня еще есть слава богу такие наперстки это наперстки для квилтеров это те кто делал японский петчворк они вручную стягают и им нужны такие наперстки это наперсток защищает пальцы но даже с этим наперстком у меня просто болела рука потому что в две нити на перми не 32 каунта я не знаю это как на тридцать шестом наверное или на сороковом нити просто не проходят не просто приходилось вот тяжело очень то есть это не лен цвайгард это совершенно другой получается ли он и вышивать не было тяжело я посчитала что нить конечно покажу поближе просто толкаются хочет он фокусироваться мое лицо убрать бы вот видите крестики очень толкаются и очень тяжело и еще если вы посмотрите вот я вам покажу вот здесь вот тут вот да вот беленький вот этот вот квадратик это смирно смирно стичь то есть по сути это болгарский крест это когда мы делаем крест-накрест вот как мы вышиваем крестик и еще вертикально крест но извините вот здесь вот я вам даже приближу это ничего не видно но смысл в дизайне много таких крестов именно смирно стичь и мне хотелось бы ими вышивать потому что придают определенный шарм но на три стором каунте в моем случае до этого вообще ничего не видно тем более в две нити в одну нить я там попробовала но тоже особенно незаметно потом здесь есть петит вот тут вот петит я начала делать крылышки ну в принципе под лупой нормально но тоже и в итоге я подумала что ну что я мучаюсь не хочу я вышивать на три стором каунте это руки болят и больно и вот этот ли он жесткий мне прям руки аж режет неприятно вот проводить ну короче вышивка не доставляет мне удовольствие и поэтому я взяла ли он посмотрела что у меня если он 28 каунта от 2 игр точно такого же цвета сырой ли он я думаю чем мучаюсь возьму-ка я просто 28 каунт и все пошло и тут я начала как раз если это было сверху то тут почему-то я стала вышивать снизу как раз а почему снизу потому что вот здесь вот этот вот лужайка холмик да он весь вот эта вот вся часть вышивается как раз это и смирно стич поближе вам сейчас буду показывать вот так вот совсем поближе чтобы вы понимали да что он выглядит несколько иначе чем крест и когда это на большом каунте то это видно это такие понимаете получаются как как вот знаете делают эту мозаику до квадратненькую такую вот как она называется то вот когда выкладывают именно мозаику нишу не вышивают а мозаичные еще тоже почему-то вышивкой называют вот они бывают кругленькие бывают квадратненькие вот когда мы вышиваем вот этим болгарским крестом или там смирно стич называется да они получаются такие вот интересные очень плотная вышивка и совсем уж точно без просвета потому что это ну 28 каунт и здесь будет сочетание именно креста и вот вы видите таким таракотовым цветом это крестики а это вот именно этот смирно стич мне очень нравится и не знаю как сейчас вам вблизи наверное видно не видно но за счет того что нити лежат по-другому до то есть последний последний стежок идет поперек и они такие квадратиками очень интересными такими квадратиками получается и вот этот холмик получается такой зашивкой плотной и совершенно иначе будет выглядеть нежели крестики ну вот и мне хотелось попробовать именно как это на 28 каунте будет смотреться и именно этот смирно стичь поэтому я начала снизу вот и да сейчас мне это нравится вот так как это выглядит поэтому поэтому этот дизайн буду вышивать на более крупном каунте не так как указано в ключе вообще призываю зайти все-таки еще раз вас призываю зайти на канал к тане посмотреть это видео о вступлении в сп интересный сэмплер красивый дизайн и я думаю что он будет вышиваться легко и быстро но тем не менее он интересен ну не только свои вот своим дизайном но и тем что там есть разные какие-то вариации вариации стежков но опять же вот я разговаривала до станет что она не хочет там допустим вышивать этим смирно стечена будет все крестиком вышивать это тоже интересно как и потом сравнить допустим у кого как каким цветом кто-то подберет может быть другую ткань и совершенно другую цветовую гамму это тоже будет интересно то есть то не призывала проявить творчество и попробовать самим побыть дизайнером так скажем на этом сэмплере сама идея этого сп мне очень понравилось что нету каких-то строгих условий что-то должен вышивать именно по этому ключу именно так и именно там как-то отчитываться постоянно этого ничего нет сп очень такой свободный творческий и интересный так об этом старте я вам рассказала сейчас расскажу еще об одном а следующий старт как ни странно это риолис вот такой премиум коллекшн набор старенький не знаю продается сейчас или нет но у меня он уже очень давно мне очень нравится и давно нравится что меня смущало его начинать это сейчас расскажу что смущало его начинать то есть сначала я вам расскажу что это премиум коллекция и это вот в такой коробочке вот таким образом это выглядит цветная схема цветная схема и здесь в наборе лежала канва 14 каунта с блеском но я сейчас ее уже не знаю куда задевала это комплектация старая была и тут вот вот таким образом были цвета обозначены их всего 15 и лежали моточки я уже такие моточки нитки риолис значит здесь все хлопковые нитки а как они писали что это анкор но я очень сомневаюсь что это анкор потому что я начала вышивать и это не похоже на нитки анкора вот это очень похоже на нитки пмк на самом деле если честно вот и вот я распределила на их органайзеры нитки и пользуюсь еще вот таким органайзером для уже вышивки для иголок я начала на конве вот у меня было прям начинание на перми не до на конве опять же все руки у меня ну я на пять потому что работа размером будет какой тут размер смотри где то что он был написан размер 55 на 30 сантиметров поэтому на станок никуда я не надевала на станке у меня есть основная работа и эту работу я на пяльцы надевала и на пяльцы на кус напы и все тяжело особенно полукрест в одну нить а тут как раз чтобы было понятно что меня останавливало здесь огромное количество во-первых синих оттенков а во-вторых полукреста практически все вот эти голубые оттенки вот эти вот снег которые забрали вот это все вот тут в лошадях вот это все здесь очень мало креста на самом деле здесь практически все полукрест двинете в одну нить 14 каунт в одну нить тонкими нитями светлыми по светлому ну все тяжело мне я понимаю что это не мое но тем не менее сам сюжет мне нравится я решила заменить канву 14 каунта на мурана тоже такую вот с блеском и вот чуть-чуть уже повышевала вот вы видите да так извиняюсь тут звонки всякие сразу идут естественно ненужные и вот я начала вышивать вышивается легко я еще нашла перенабор в саге по саге вообще очень хорошо вышивается скоро зима было бы здорово конечно его повышевать но опять же полукрест в одну нить вот это вот все полукрест в одну нить вот только темные вот эти вот оттеночки вот эти темные это крестик все остальное там вот полукрест в одну в две нити но зато очень нежно так по зимнему еще на блестящие ты вот видно наверное да сейчас я так попробую вот показать зато здорово да на вот этой вот муран муран во первых она будет чуть-чуть поменьше на 16 каунте ну 32 каун 16 и на муран это еще вот более-менее так да нормально вышивается вот поэтому я наверное продолжу хотя вот этот полукрест в одну нить прямо не знаю посмотрим чуть-чуть попробовала посмотрела повышевала хочется мне чтобы вышел этот дизайн мне кажется он мне очень подойдет на дачу зимой прямо в деревянный дом мне кажется это прямо вот то что надо показала мужу вообще этот сюжет очень нравится и постараюсь я не знаю в этом году или нет но постараюсь я понемножку может быть буду ставить себе какие-то ну не знаю планы да попробую что вот там в месяц только там выше тем более есть саги и можно следить сколько там крестиков что чего и как то есть это мой второй старт вот в сентябре мне захотелось вот такой дизайн повышевать а сейчас я вам покажу свой основной процесс и покажу сколько у меня уже вышито просто уже не мы с вами не будем видеться вот так и так и так и так уже вечер сегодня я не смогла сразу прям вам доснять это видео но вот снимаю сейчас хочу вам показать еще раз станок это от сереги мастера станок у меня был вопрос о том чтобы я показал станок вот вы видите да он такой конструкции я считаю очень надежный потому что это не просто палка с крестовиной а именно вот такая надежная конструкция он катается на колесики большие но так как у меня вот видите кресло да и вполне все хорошо туда заезжает поэтому нормально мне эти колесики он очень такой может быть и массивный но с другой стороны очень не вот удобно вот можно посмотреть кресло станок туда заезжает сейчас покажу вот так вот да я там сижу как бы и вышиваю это моя лампа рексан хорошее очень освещение вот видно да он металлический коричневый за счет того что он коричневый он просто пропадает в пространстве как ни странно его практически и незаметно зато здесь хорошо все и магнитики и ножницы сюда прикрепляется я видела что можно даже лампу ну сюда тоже крепить вполне себе он все будет хорошо стоять у меня сейчас рама на станке от сокол фрейм 770 по моему сантиметров также сюда прикреплен такой держатель для планшета вот так вот сюда планшет далее ну раму я вам показывала и вот работа как это выглядит все еще раз можно видеть и сейчас я вам уже буду показывать саму работу напомню вам что вышиваю я вот этот дизайн да 4 дизайн это голландское угощение или голландские какие-то сладости или что-то такое так оно и есть значит здесь ключ есть в dmc в шелке я подбирала сначала dmc и под dmc уже подбирала свои нитки это все у меня вышивается ниточками classic color box или x-divox на ткани от равномерка на траве и по-моему я не снимала еще ни разу и не показывала вам как это все у меня выглядит выше то у меня достаточно много вот вы видите наверное это получается сейчас я попробую еще поднять снимаю с руки без штатива ну вот уж как есть это наверное треть работы да уже треть сейчас я вам покажу вот общий объем здесь у меня на лампе ниточки вот они они нитки вот такая гамма и видите как это все действительно такое угощение такое конфетти такие сладости очень приятные винтажные ну давайте посмотрим поближе здесь с этой стороны рама идет более темная дальше идет вниз и вот эта сторона более светлые оттенки как будто уже выцвели нитки мне очень нравится как все получается кое-что я тут меняла здесь много красного такого алого интересное сочетание бежевых голубых оттенков сейчас я немножко покручу камерой чтобы может быть в разных разном освещении можно было видеть как это все получается интересный сэмплер вышивать очень интересно и приятно потому что буквально можно сесть вот один цветочек вышить и уже как бы дело сделано уже приятно уже продвинулись вперед вы знаете у меня ткань показать она конечно такая с переходами с очень деликатными и она сейчас показывается может быть серым оттенком да но на самом деле она больше бежевая такая сейчас попробую подсветить побольше свету дать да и видно лучше что она бежевая такая все так вот это мой основной процесс который у меня на станке и я вам сейчас покажу что я просто вот раскрутила раму и мне очень удобно вам показывать потому что не надо ничего гладить не надо ничего делать я раскрутилась обратно закручу и буду вышивать спокойно дальше ну на этом я хочу завершить это видео в принципе я все рассказала единственное что наверное сейчас еще про станок немножко скажу вот здесь вот есть такая перекладина да на которую крепится потом эта рама да вот здесь вот так вот этих перекладин 2 можно купить к этому станку вот это самому побольше она помассивнее она держит рамы там метр метр двадцать то есть от семидесяти сантиметров и выше а есть чуть меньше это перекладина и тогда рамы уже да там пятьдесят сантиметров 40 сантиметров песноп у меня даже тут как бы вот так же крепится да поэтому станком я очень довольна он один раз регулируется просто под рост и все можно менять только эту перекладину и вот эту вот перекладину и чуть-чуть отвлекли короче можно менять эту перекладину и менять размер рамы держит любые массивные рамы и я говорю и легкие и куснапы вот те которые большие 43 на 28 сантиметров да то есть тоже я крепила на этот же станок тоже очень удобно то есть если в принципе вы ищите для себя станок и вы готовы вышивать на станке да то я рекомендую этот станок мне удобно все на этом я завершаю видео спасибо всем большое за просмотр всем всего хорошего сейчас я уезжаю небольшой с мужем в небольшой отпуск поэтому я торопилась сегодня снять видео вышивальная в отпуске я не люблю ничего снимать ничего показывать в отпуске я отдыхаю и наслаждаюсь вот а вам я желаю получать удовольствие от своего хобби всем пока